Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук, и сегодня я общаюсь с российским политическим деятелем Ольгой Курносовой. Мы поговорим о последствиях терактов в Крокус-Сити-Холле в Подмосковье, о том, какую выгоду Кремль постарается извлечь из этой трагедии, а также о том, способна ли нынешняя российская власть защитить своих граждан. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это как так случилось, что в России, где силовики не ограничены в своих возможностях, где даже лайк в соцсетях невозможно поставить без их ведома, происходит такой страшный теракт? Мне кажется, ответ очень простой, что он не мог быть совершен без ведома спецслужб. На самом деле, во-первых, действительно и Москва, и Красногорск, где находится Крокус-Сити-Холк, я напомню, что в Красногорске располагается еще правительство Московской области. Это все то, что утыкано видеокамерами просто сплошно, просто сплошняком. Например, на МКАД, когда ты въезжаешь, там сразу себе пишет, собственно, компьютер, что если у вас произошло ДТП без серьезных последствий, вы можете сразу съехать на обочину, потому что все, что происходит на МКАД, записывается на видео. Поэтому думать о том, что это что-то такое может произойти без ведома спецслужб, мне кажется, ну, просто так невозможно думать. Поэтому вопрос другой. Собственно, насколько спецслужбы не просто знали, а участвовали в подготовке и планировании этого теракта? Мне кажется, вот это правильный вопрос. Потому что мы знаем, что во многих такого рода группах там просто часто работают агенты под прикрытием, которые непосредственно там находятся и, например, специально помогают спланировать какие-то мероприятия тогда, когда это удобно спецслужбам. Почему я говорю тогда, когда удобно? Потому что есть несколько странностей по поводу дня, который произошел этот теракт. Ну, во-первых, напомним, что за два дня до события было предупреждение разведок американской, шведской, датской и некоторых других о том, что в течение 48 часов в России произойдет теракт. Не то, что он может произойти, а обязательно произойдет, неизбежно произойдет. Он не произошел. Более того, Путин сказал, что вы там типа нас шантажируете, что там вы ерунду какую-то говорите. Спрашивается, почему он так сказал. То есть они даже не стали проверять или что? Теракт произошел, но через две недели. Причем, заметим, что происходило в эту пятницу. Сначала в первой половине дня отчитались, что задержали ячейку русского добровольческого корпуса. Потом где-то днем Песков выступил и сказал, что СВО закончилось и началась полномасштабная война. И вдруг вечером происходит теракт. У меня сразу было ощущение, что сейчас будут искать связь с Украиной, и из Украины будут делать организаторы этого теракта. И для этого удобно как раз в пятницу вечером, потому что вообще российские власти очень любят что-то делать в пятницу вечером, потому что как бы все засыпают, выходные, медиа плохо работают, им кажется, что можно тихушечку что-то сделать в пятницу вечером. Не случайно иностранных агентов нам как раз вот по пятницам, каждую пятницу выдают, как солнце закатится. Но тут у них не получилось. Почему? Потому что сразу пошла очень активная реакция, в первую очередь, в западных медиа. Видимо, в Кремле поняли, что если уж они совсем будут как-то нагло затаскивать в эту историю Украину, то есть доказательства чего-то совершенно противоположного, и эти доказательства можно будет предъявить. Поэтому они все равно продолжают затаскивать. Да, Симоняниха про это говорит. Путин про какое-то окно. Ну, это вообще, опять-таки, значит, мы уже поговорили про видеокамеры. На засвеченной машине они 600 километров едут для того, чтобы потом их где-то там поймали и отрезали ухо. Это что такое? Абсолютная постановка. Вот просто абсолютная постановка. И тут даже не надо быть Станиславским, чтобы сказать, не верю. Если допустить, что российская власть каким-то образом таки причастна к этому теракту, то какой у нее был мотив? Если спецслужбы об этом знают и не предотвращают, я считаю, что это практически прямое участие. Если там условный внедренный агент помогает выбирать объект, помогает выбирать там время, то это, я считаю, тоже участие в подготовке. Поэтому, что касается мотивов, мне кажется, что если бы у них получилось сразу обвинить в этом Украину, то дальше собирать совет безопасности, говорить, что Украина государство террорист, соответственно, что ей нельзя поставлять оружие и так далее и тому подобное. А, кстати говоря, есть еще одна, конечно, просто даже предполагать такое страшно, да? Но переключение медийной повестки. То есть какая была перед этим повестка? То, что добровольческие российские формирования находятся в Белгородской и Курской области. И про это говорили уже больше недели. Потому что это началось еще до выборов, это продолжалось после выборов. И всю эту неделю про это только и говорили. Про это даже комментировал сам Путин. И, конечно, им нужно было это убирать из медийной повестки. Сейчас уже про это не говорят. Медийная повестка полностью перебегла. Как вы считаете, как российская власть отреагировала на этот теракт? Какие, возможно, они сделали выводы? Путин вообще всегда в себе уверен. Да, мы прекрасно помним, как он реагировал на предыдущие истории. Да, но взрывы домов в 99-м году просто были использованы для того, чтобы надуть рейтинг перед выборами. Теракт в Норд-Осте был использован для того, чтобы отобрать НТВ у владельцев и забрать под своих друзей. Теракт в Беслане был использован для того, чтобы отменить выборы губернаторов. То есть любая действительно кровавая история, которая происходила в России, всегда использовалась Путиным для того, чтобы сделать что-то, то, что ему было сложно сделать, не использовав эти методы. Да, причем напомним, что человек, который обвинил ФСБ в взрыве домов в Москве, просто был убит агентами спецслужбы. Это Александр Литвиненко, его отравили в Лондоне. Соответственно, по Норд-Осту тоже были большие вопросы, каким образом машина с террористами смогла проехать через все блокпосты. Как бы такой самый простой ответ был за взятки. Тогда, конечно, не было такого количества камер, а другой-то ответ, может быть, мог быть и другим, что это было выгодно властям. И, соответственно, чем все закончилось? Штурмом, когда отравили, собственно, газом, и большинство погибших погибли от рук, собственно, спецназа, а вовсе не от рук террористов. Что касается Беслана, там вообще, опять-таки, был отдан приказ о штурме, и детей сожгли живьем, потому что при службе, при штурме использовались огнеметы. Просто огнеметы, там типа, ну, вот реактивные огнеметы и просто детей сожгли. Поэтому, собственно, все то, что мы знаем о всех более похожих случаях или менее похожих, они все просто показывают, с одной стороны, ужасающий непрофессионализм спецслужб, а с другой стороны, просто абсолютный цинизм Кремля в использовании этих терактов в своих политических целях. Поэтому, конечно, глядя ретроспективно на все то, что происходило, ну, уже не понимаешь, почему он готов вывывать, да, потому что человеческая жизнь для него, неважно, чьих граждан, российских, украинских, не стоит вообще ничего. То есть для него цена только власть, любое все не имеет значения. В нынешней ситуации способна ли российская власть защитить своих граждан, если теракты будут повторяться? Самое главное, что российское государство не собирается защищать своих граждан. Способна или нет, на мой взгляд, не способна, потому что спецслужбы могут бороться только со студентами, с женщинами, со стариками, с теми, кто выходит на протесты. Вот их избивать они умеют. А бороться с реальными террористами они не могут и не хотят. И посмотрите, ведь в Крокус-Холе был полицейский участок, прямо там, в этом самом, в Крокус-Холе. И что? Они защитили кого-то? Нет, они разбежались. То есть когда пришли террористы, они просто разбежались. Это и есть картинка о том, что делают российские спецслужбы для защиты граждан. Они защищают свою собственную задницу, и все. А люди могут умирать, потому что их не жалко. И это идет сверху. Понимаете, когда во главе страны находится человек, которому все равно, сколько убито, сколько убито своих, сколько убито своих. Почему полицейские будут себя вести как-то иначе? Единственное, что им важно, это спасти собственную шкуру во всех смыслах. И в смысле выжить, а и в смысле потом сказать, ну, ничего не получилось, мы там попробовали, ничего не получилось, но вот так сложилось. Сейчас некоторыми российскими депутатами, а также в среде так называемых зет-патриотов, разгоняют антимигрантские, антиисламские настроения. И таким образом, разве мигрантов в России не подталкивают, наоборот, в ряды ИГИЛ и подобных организаций? Ну, во-первых, для того, чтобы количество мигрантов уменьшалось, нужно прекратить войну. Потому что, когда ты мобилизуешь здоровых мужчин, которые могут работать, получается, что среди, ну, как бы в России испытывается серьезный недостаток рабочей силы. И для того, чтобы ее компенсировать, приезжают мигранты. Это первое. Второе, для того, чтобы с мигрантами было все нормально, конечно же, они должны жить в человеческих условиях. Конечно же, по отношению к ним должны соблюдаться права. А когда их держат просто, я не знаю, наверное, как рабов, когда они живут просто в скотских условиях, когда их может обобрать каждый встреченный полицейский, что из этого вырастает? Только ненависть. И, конечно, они могут стать легкой добычей любых людей, которые будут к ним обращаться, будут с ними обращаться как с людьми. Но, на мой взгляд, вопрос даже не только и не столько в этом. А по большому счету, если предположить, что действительно ИГИЛ планирует целый ряд терактов, давайте вспомним, с чем это связано. Не с тем лишь, что Россия достаточно активно участвовала в разных войнах, в том числе в Сирии. Ну, как бы не воевали бы, так никому бы не мешали. По большому счету, надо понимать, что любая война, в которой ты убиваешь других людей, может вернуться к тебе домой, и кто-то решит, что хорошо бы убить граждан России, и как граждане России убивали бы в другой стране. Поэтому, если действительно за этим, это был бы целый ряд атак, за ними стоит ИГИЛ, то, извините, это результат того, что происходило в Сирии. Ну, и есть, кстати говоря, еще одна причина, которая может за всем этим стоять. Опять-таки, но тут моя теория, условно говоря, что даже если это ячейка ИГИЛ, в этой ячейке ИГИЛ были люди из спецслужб, я от этой теории не отказываюсь. почему России может быть выгодна, если действительно ИГИЛ проводит теракт. Для того, чтобы снова пойти к Соединенным Штатам со словами «У нас общие враги», давайте доковариваться, и попытаться убедить Байтона, разменять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом на поддержку Украины. Ну, или убедить Байтона, вот эти мы же тут-то с вами вместе, ну, а там ваши выборы. Поэтому было бы хорошо, если бы к этим выборам удалось заключить мир. А что для этого надо? Выкрутить руки Зеленскому. Скажите, на ваш взгляд, а как российское общество отреагировало на теракт в Подмосковье? Ну, мы видим, что все-таки реакция — это реакция солидарности. Люди несут цветы, люди сдают кровь. Это, собственно, показывает, что общество еще не совсем уничтожено. То есть какие-то связи внутри общества сохраняются. И вот это какое-то ощущение солидарности, оно по-прежнему сохраняется. Но на самом деле это не может тоже не беспокоить власти. Потому что то это общество идет, то сказать, заваливает могилу Навального цветами, то здесь реагируют. А ведь вот от этой солидарности уже один шаг до того, чтобы спросить, а для чего мы кормим такое количество аглоедов, такое количество бездельников в виде спецслужб. Такого количества спецслужб не было никогда, а результат это нет. то есть они изображают активность. Отдельный вопрос вообще, а вот тех, кого они поймали, они-то действительно те, кто устроил эту бойню? Или это специальные люди для того, чтобы их посадить, а настоящие исполнители скрылись? Потому что уж больно профессионально был организован теракт, и совсем вот этим испуганные таджики не тянут на этих идеальных исполнителей. А уж если мы будем копаться в деталях, да, ну это же куром на смех, когда за убийство такого количества людей он говорит, что ему предлагали полмиллиона внимания, рублей, не долларов, рублей, что это? А тот человек, которого они позиционируют, как головаря, чего никто не говорит о том, что он две недели назад приехал из Турции, а что он делал в Турции, а с кем он общался в Турции, молчок, ничего нам про это не говорят. Поэтому, конечно, эта история очень темная, более того, никакой правды мы не узнаем, пока у власти находятся те, кто находится у власти. Этому следствию доверия нет вообще, и так же, как нет доверия словам никого из кремлевских чиновников, главы ФСБ, МВД, никому из них доверия нет. Скажите, а люди, в конце концов, начнут задавать власти неудобные вопросы или в Кремле надеются все подавить? Ну, в Кремле, конечно, надеются, но на самом деле каждое такое событие, оно приближает тот момент, когда все больше людей хотят задать вопросы. Да, по большому счету, Кремль все время думает, что это порождает в людях только страх. Ну, может быть, и не так. Невозможно, что такие события будут порождать в людях ярость. Ярость по отношению к Кремлю, а не к кому-то другому. На антимигрантские и антимусульманские призывы отреагировал Кадыров. На ваш взгляд, Кадыров может как-то использовать эту ситуацию в свою пользу? Конечно, Кадыров хотел бы курировать всех мусульман России, но это невозможно, потому что даже на том же Кавказе далеко не все республики относятся к Чечне, скажем, точно не готовы признавать за Чечную первенство. А я уж не говорю про Татарстан или Башкортостан, это вообще несерьезно. Поэтому, конечно, когда начинается исламофобия, все исламские республики на это реагируют очень болезненно. И это, конечно, то, что на самом деле ставят под большой вопрос к будущей России как единого государства. Но надо сказать, что самый большой вопрос, больше всего разрушает Россию как единое государство пребывание Путина у власти. Чем дольше Путин находится у власти, тем выше вероятность того, что после Путина Россия уже в современных границах существовать не будет. И сколько времени остается для того, чтобы возможность сохранения России еще можно было бы рассматривать, я не знаю, потому что каждый лишний день Путина у власти вероятность распада увеличивает. А что может стать катализатором для распада России? По большому счету для разных субъектов разное. Например, если возьмем тот же самый Петербург, он изначально строился как европейский город. И если Москва будет дальше дрейфовать в сторону Азии, то Петербург, Псков, Новгород точно не готовы в эту самую Азию идти. Или Карелия, которая когда-то в далекие времена вообще была Карелло-финской республикой. И вот эти набреженные отношения с Финляндией, они очень болезненно бьют по Карелии. Ну и так, если мы посмотрим в каждом Якутия, Якутия вообще по большому счету по своим полезным ископаемым вполне может существовать без Москвы. Поэтому, если мы посмотрим в каждом из субъектов, есть определенные моменты, которые собственно будут уводить этот субъект от центра. И в этом смысле любое начало, то есть спусковым крючком может выступить отделение первого субъекта. Первый субъект объявит об отделении, ну например, Калининградская область, которая и так по большому счету анклав, да, и остальные могут посыпаться как домино. Поэтому ситуация для Кремля достаточно опасная, на мой взгляд. Но они так уверены в себе, они так уверены, что силой можно удержать всех, они так уверены, что в том, что деньги по-прежнему текут рекой, что они не замечают этой опасности. Если, так сказать, замерить среднюю температуру по палате, то какие настроения сейчас в российском обществе? Их трудно усреднять, потому что есть процентов 10 турбопатриотов, есть процентов 20 имеющих жесткие антивоенные настроения, и есть остальные, которые можно условно назвать болотом. Это болото тоже делится, часть болота в большей степени антивоенно настроена, и вот это общее количество антивоенно настроенных людей около больше 50%. Часть болота наоборот ближе к «Зетпатриотам», но не активны, потому что им кажется, ну да, за участие в войне платят деньги, и это в основном те бедные депрессивные регионы, для которых участие в войне оказалось, как это не ужасно звучит, социальным лифтом. люди, которые никогда не видели таких денег, которые начали платить за смерть, они вдруг поняли, что можно дорого продать членов семьи. Вдумайтесь, да, это Путин, который наступит за семейные ценности. Он людям предлагает выбор либо помрите в нищете, либо продайте одного из членов семьи и получите за это деньги. И кто-то этот выбор делает. Ничего так сильнее не разрушает человека, как продажа своего близкого. Мне кажется, после этого человек перестает быть человеком. И это такой сильный удар по национальной гордости, если она есть, что я не уверена, что собственно и так-то не сформировавшаяся русская политическая нация вообще сможет этот удар выдержать. Если в Кремле все еще верят, что у них все под контролем, то что им дает основание так думать? Глупость. Когда человек плохо изучает историю, когда человек сам впадает в иллюзии, которые сам же создает, то есть они сами пишут докладные записки Путина, а потом их читают и им начинает казаться, что так оно все и есть. Вы знаете, когда в далеком 91-м году во время Пуча я входила в депутатскую группу, которая изучала роль обкома КПСС, Ленинградского обкома КПСС в событиях Пучи. Я разговаривала с ребятами из аналитического отдела обкома. Я говорю, слушайте, вы что, не понимали, куда все идет? Они говорят, понимали. Я говорю, а почему вы это не писали? Они говорят, писали. Только мы это писали, начальник читал, говорил, не-не-не-не, так не годится, и это правило. Потом его начальник читал, говорит, ну что же вы тут понаписали, меня же сработают с ним, еще раз правил. Потом это шло его начальнику, и пока это доходило до первых лиц, уже все было иначе. И то, что было очевидно для простого исполнителя, для начальника уже выглядело совершенно иначе. И, собственно, поэтому они проспали реальную ситуацию. Самое главное, чего боится чиновник сегодня, это увольнение. Но надо сказать, что еще эта турбулентность Кремль ждет, потому что 87% рисовали все вместе, а пользоваться вкусными плодами этих 80-70% будут избраны. Остальные будут чувствовать себя глубоко обманутыми. И вот тут турбулентность начнет резко возрастать. Спасибо большое за интервью. Хорошего вам дня. Хорошего. До свидания.